Мы расстроились из-за того, что главный приз не вручается по итогам регулярного чемпионата. Но зачем? Ну все уже изменилось. Система сама. Куба Гагарина главнее. Ну, если бы Куба Гагарина... Конечно, Куба Гагарина главнее. Но тогда что делать с командами, которые досрочно попали? Если мы дошли до плей-оффа за 15 туров, нам что надо? Бросать играть? Нам что, надо играть вторым составом? Заболеть для болельщиков? Играть для болельщиков? А травмы кто нам компенсирует? Привет! Илья Ковальчук все-таки снизил цену на свой дом в Нью-Джерси. Теперь он просит всего 16 миллионов. В этом доме есть тренажерный зал, есть бассейн, а также бар. То есть Илья строил дом для себя. Но говорят, что в этом поселке нет рынков выходного дня, а также мелких торговых палаток. Так что цена будет и дальше снижаться. В Россию может вернуться Дмитрий Саморуков, который пытался пробиться в основу Эдмонтона. ЦСКА и хоккеист вот-вот договорятся. Особого выбора у Саморукова не было, так как армейцам принадлежали права на хоккеиста. Но все равно отлично, что Дмитрий не губит свою карьеру, а пытается вырваться. Саморуков провел первый полноценный сезон в АХЛ, выступал за фармклуб Эдмонтона и нельзя сказать, что у него все было идеально. Он провел ровный сезон, без перепадов, но при этом не так уж сильно и выделялся. Агент хоккеиста дает понять, что сын известного футбольного вратаря приезжает в Россию на сезон, а потом вернется в Эдмонтон. Но такой гарантии нет. Сразу вспоминается, что Максим Мамин выступал за ЦСКА в аренде, а потом Флорида даже не стала бороться за хоккеиста. Но Дмитрий должен постараться сделать так, чтобы нефтяники от его выступления в более сильной лиге пришли в восторг. А в России Саморукову придется играть в совершенно другой хоккей, так как у Никитина Юшкевича свой свод правил для обороны. Получится выдержать и закрепиться в составе? Отлично. Но в ЦСКА уже точно не будут искусственно давать Саморукову время, чтобы канадцы были довольны. ЦСКА может подписать и Брэндона Лайпсика. И теперь жены хоккеистов ЦСКА стремительно будут записываться в фитнес-центр. Тимур Ибрагимов вроде бы уезжал в Северную Америку, но следующий сезон проведет в финском ТПС. Молодые уезжают, а возрастным игрокам все равно тяжело найти работу. Этим летом особенно трудно приходится российским игрокам, которым перевалило за 30 лет. Я насчитал примерно три десятка хоккеистов довольно приличного уровня, которые сейчас находятся без клубов. Стало известно, что Владимир Галузин не пополнит состав Торпедо после того, как с ним расстался Акбарс. Клуб решил не предлагать контракт родному нападающему. Уверен, что Владимир, расставаясь с казанцами, держал этот вариант как запасной, но теперь остался без команды. Больше 30 лет найти работу очень непросто. Хотя сейчас хоккеисты следят за своим здоровьем, а медицина, по сравнению с советскими временами, сделала качественный прорыв. Но все равно смотрят в паспорт, считают. Самое смешное, что повторяют, лучше мы возьмем молодого, у которого есть перспективы, чем ветерана. Ну типа у нас молодые, получая возможность, потом верой и правдой служат клубу лет 7-8. Не пытаются уехать за океан или перейти на более жирный контракт в другой клуб. Но такого нет, но при этом хоккеистам, которые находятся в расцвете сил, отказывают в возможностях. Новости НХЛ. И последнее стало известно, что помощниками Александра Андреевского в Сочи будут Егор Башкатов. Он возглавлял молодежное «Динамо» из Санкт-Петербурга, а также Николай Пронин. Теперь все хоккеисты Сочи будут качками. Я же прощаюсь с вами и призываю послушать монолог хоккеиста. Такое время. До свидания. Здравствуйте. Сейчас был случай у меня на дороге. Такой неприятный. Берегите себя. Будьте внимательны за рулем. В общем, стою на светофоре. Никому не мешаю. В своем ряду все три ряда заняты. И между рядами пытается залезть приора. Расстояние маленькое. Он проезжает, задевает мое зеркало. Такой достаточно хороший удар был его зеркалом об мое. Естественно, я пытаюсь его догнать, на что он удирает. Машина у него вся покоребанная была. Вот. Он удирает, открывает окно, начинает агрессивничать на меня. Я ему говорю, ты, собственно, мне машину поцарапал. Давай-ка остановись. Либо ты сейчас уедешь, тебя прав лишат. За долю секунды я успел ему донести суть происходящего. Вот. В общем, мы останавливаемся. Он опять себя ведет агрессивно. Ведет он себя, в общем, агрессивно. Говорит, что у тебя эта царапина была. Что этого я не делал. Ну, а там царапина на самом деле незначительная. И даже я из-за этого не буду заморачиваться. Вызывать там ДТП и все прочее. Но что в этой истории очень сильно поучительно. И к чему нам вообще, водителям, нужно брать пример. За мной остановился крузак. И вышел взрослый мужчина и говорит, зачем ты так едешь. И как бы пыл парня все равно подостыл. Как бы я не боюсь агрессии, ничего. Но сам факт, что взаимовыручка и взаимопомощь, это хорошо. Потому что будь за рулем девушка. У меня Оля в основном ездит на этой машине. И будь она за рулем. Я думаю, парень бы так и продолжал агрессивничать и вообще бы не остановился. И вот хвала и честь таким водителям, которые всегда выручают, помогают, останавливаются. В итоге все нормально, разрулили. Он извинился. Ну и поехал с Богом дальше. Как выяснилось, у него родители попали в ДТП. Это все равно не оправдывает человека. Я вам причем сказал, ну и что сейчас бы в ДТП попало, это было бы лучше. В общем, будьте аккуратны, помогайте друг другу. И человек, который был на крузаке и не успел поблагодарить, спасибо, что остановился как свидетель. Даже в случае, если бы мы вызывали бы гаишников, он бы был как свидетель. Так как человек не признавал свою вину абсолютно и говорил, что это была царапина. Берегите себя и близких.